Южный мост дадут в эксплуатацию досрочно, уже к началу ноября, с новостью, которая, безусловно, обрадует всех автомобилистов и начинается встреча Олега Фурсова с журналистами. Тема пресловутых самарских дорог на пресс-конференции вообще одна из главных – наболела. Еще пять лет назад, подчеркивает глава Самары, на ремонт магистрали выделяли только 200 миллионов рублей, сейчас же в 10 раз больше. Как следствие, выросло и число дорог, соответствующих нормативам, с 12% до 60%. Но на этом нельзя останавливаться, уверен мэр, ведь в городе хватает улиц, которые ждут своего часа, как та же Нововокзальная, например. Конечно, дорога безобразная, я там сам часто езжу, она кроме раздражения ничего не вызывает. И таких дорог очень много в Зубчининовке и в Советском районе. Власть от этого не отмахивается, безусловно. Я должен сказать, опять же, вот, говоря огромное спасибо губернатору нашему, что все наши инициативы поддерживаются в этом плане. Если говорить о Кировском районе, то только в прошлом году там порядка 20 дорог было отремонтировано. Такого не было очень долгие годы. Мы приступили к проектированию и работы завершены по перешейку 22-го партсъезда. Перешейку, которая соединяет, значит, Новосадовую с Московским шоссе. Для решения дорожного вопроса городские власти привлекают и бизнес. Так, за счет инвесторов планируют построить продолжение Старозагора до улицы Санфировой. И дорогу от проспекта Масленникова до Революционной и дальше до Врубеля. Проект уже готов и прошел экспертизу. Деньги частного капитала привлекают и для ремонта фасадов, чего раньше не было. 113 домов уже приведены в порядок за счет меценатов. Что же касается таких знаковых объектов для Самары, как площадь Куйбышева, в четвертую очередь набережная и Струковский сад, то все они будут сделаны досрочно, заверил Олег Фурсов. К концу года о площадь Куйбышева избавится строительной пыли и вовсе уже к ноябрю. В рамках осмотров, скажем так, возникают замечания. В частности, в Струковском парке были замечания по крутизне дорожек. Общественность сделала нам предложение эти дорожки разрезать, разбив их ступенями. Мы пошли навстречу. В этом году, как никогда, мы привлекаем общественников к приемке работ. Иногда возникают совершенно удивительные вещи. Например, вот у нас есть самый длинный дом в городе, на улице Молодогвардейской, Шанхай так называемый. Жители ко мне обратились с просьбой восстановить фонтаны. Мы, так сказать, в архивах покопались, нашли все коммуникации, которые сгнили, восстановили их. Я думаю, что у нас появится еще один дополнительный фонтан. На мнение жителей опираются, когда речь идет о ремонте дворов. По федеральной программе комфортная городская среда до конца года приведут в порядок почти 200 дворов. Сам проект будет работать до 2020 года. И глава города обещает, что преобразования дойдут и до самых отдаленных уголков Самары. Власть, о которой вы сейчас говорили, она работает по всему городу. Нет каких-то любимчиков, скажем так. Есть, конечно, туристические маршруты, которые будут представлять лицо и города, и области, и страны. Но это не значит, что все остальные территории заброшены, и о них власть не помнит. Задача – привести город в порядок. Но вы заселились в развалюху, вы за один год из этой развалюхи евроремонт там не проведете. Постепенно наводят порядок в сфере предпринимательства. В этом году в борьбе с нелегальной торговлей и рекламой вообще наметился коренной перелом, отмечает глава Самары. За три недели убрали 120 незаконных счетов. Доживает последние дни рынок на Авроре и Революционный. Вместо него здесь будет сквер. Ликвидировали по городу 168 киосков, причем только 16 за казенный счет. Демонтаж остальных из своего кармана оплатили сами коммерсанты, что работали на свой страх и риск. Но главное, уверен мэр, бизнес уже понимает, работать по старинке, когда на месте убранных ларьков и рекламных счетов появлялись спустя пару дней новые, уже не получится. Здесь есть политическая воля, есть люди, которые способны это сделать. Как вы помните, в прежние годы у нас выигрывали фирмы, которые сносили, через два дня эти же стенды восстанавливали. Вот с этим в настоящий момент покончено. Я могу вам достаточно официально сказать. Хотя мы сталкиваемся с очень серьезным сопротивлением, в том числе и с угрозами в адрес наших сотрудников. Но мы понимаем, как с этими угрозами нужно бороться. Еще одна важная тема, которая была затронута на встрече – судьба Старой Самары. Ей будет уделено особое внимание, обещает Олег Фурсов. Уже появилось такое понятие, как историческое ядро города. В границах от улиц Красноармейской и братьев Крастылевых до рек Самары и Волга. Предполагается, что этажность в этом районе строго ограничит, а облик новых домов на конкурсной основе будет утверждаться на городсовете. Такой практики в Самаре еще не было. А значит, у города впервые за многие годы появился шанс сохранить свое культурное наследие. Я вот живу там более 50 лет. В Самаре, в Куйбыши. Таких преобразований, которые идут последние 4 года, их никогда не было. Ни по объемам финансирования, ни по темпам, ни по масштабам. Мы должны это признать. Инга Пеннер, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.